так посмотрим что у меня в холодильнике есть из продуктов кусочка курочки отварной я еще не доела сметана есть сыр не 40 есть масло тут у меня еще плов остался тут у меня эклеры я покупала один остался тут кстати лимон я с сахаром сделала надо надо пить с водой лимон лимонную воду буду делать но принципе не не жарко закуску салат я пока не открывал горошек надо есть так там я йогурты покупала на работу тут у меня бульончик если супчика захочется капусту кстати у меня тут капуста я сегодня потушу капусту потому что она у меня тут лежит как бы она у меня не пропала у меня хлеб по-разному квас кефир кефир зря не купила вчера магазин заходила мой бокал ставить которого я пью молоко так я вчера купила морковка есть салат вот нужно есть два бананчиков я кое-что хочу потом приготовить у меня еще есть надо эти абрикосы доедать яблоки и надо упаковку открыть она вроде дырочками но запотевшая ее надо порвать иначе там продукты будут портиться но продукты у меня пока есть тут у меня блинчики с мясом на работу буду греть брать так ну сало я стараюсь не есть меня на работу есть так курица по моему голени курицу отваривать воду отварную делать то все не как-то прохладненько возле окна то стоять прохладно как-то дует немножко так ну что таблетку выпила давление измерю чуть позже ну купила вот таких баночек аж три штуки вот это вот высокая сантиметров 5 на на высотой вот это пониже на сантиметра 3 высоту это для бутербродов сюда влезает 4 бутерброда в принципе можно и 6 если небольшие если там хлебушек тоненько порезать то это 6 тоненьких даже войдет то что я вчера брала 4 бутерброда и брала просто два кусочка хлеба чтобы с бульончиком с супом поесть у нас теперь 3 этих банки а где 3 я же вроде еще одну покупала вот в своей квартире банку потерял а у меня в ней курица лежит в холодильнике вот она это кстати она низкая невысокая пониже это как половинка вот той в которой она просто длинная как половина квадратной но она невысокая тоже то есть самая высокая повыше вот это прошлый раз я бульон брала и бутерброды на работу но купила банок всяких господи прости душу грешную так ну ладно там вот еще кстати я вижу бокал сына он что-то его не стал из него пить в сторону отставил за почему на она боится разбить что ли вот он бокал который он шотландии покупал 20 но тут по-английски написано 21 международный скаутский но скаутский фестиваль джембори джембори скаут что-то такое да двина 2007 год правильно я сказала микроволновку можно ставить интересно надо его отмыть интересно почему он его не пользуется этим бокалом наверное но чтобы это не разбился чтобы на память оставить это любя до сочи тоже бокал интересно только где вот это вот такой вот синенький бокал который по гороскопу либо он у него в комнате стоит либо он его разбил уже читая тот бокал не вижу третий такой по гороскопу так ладно ребята пошла я видео выкладывать не знаю чем сегодня буду заниматься мне сейчас для начала буду контролировать давление сейчас вот пройдет часок еще измерю мне для начала нужно себя прийти проснулась с утра голова побаливает я уже как-то сразу поняла что давление чуть повышенное и что кофе мне пить сегодня не стоит то есть вот так вот короче запустила я себя со страшной силой вот как пандра поправилась на на 20 килограмм почти но чуть меньше на 17 сразу начались проблемы на 20 поправилась вот три сбросила и все так на цифре 92 остановились то есть еще 18 килограмм надо скинуть как минимум если по хорошему то 30 по идее меня должно быть 63 килограмма не больше 65 это максимум а у меня блин 92 то есть 27 килограмм лишних ну ничего будем бороться первый раз что ли я уже поправлялась до 95 потом похудела на 10 килограмм потом еще на 10 то есть я похудела на 20 килограмм а потом эти 20 килограмм вернулись благополучно через какое-то время только чуть расслабишься вот дома посидишь в отпуск съездишь и все короче нужно постоянно себя в руках держать чуть расслабился все плюс 10 но поэтому нужно не на диету садиться правильно питаться оно как-то на то но и правильно питание то есть это должно быть постоянно они от случая к случаю если посидел на диете месяц потом начал обжираться эти 10 20 килограмм они обязательно вернуться то есть это должно быть постоянно никаких диет не существует нужно правильно питаться а диета еще и навредить может если как каких-то микроэлементов будет не хватать начнут ногти ломаться волосы выпадать она мне надо надо просто вести правильный образ жизни и правильное питание придерживаться правильного питания то есть это должно быть это должен быть стиль жизни это должно быть постоянно если из одной стороны в другую это очень вредно для здоровья вот эти вот вес то плюс то минус если вот так резко вот как прошлый раз я похудела резко на 10 килограмм это обернулась очередной онкологии для меня то есть резко ничего делать нельзя а потому что у меня онкология была гормонозависимая с буквой h то есть я резко похудела у меня гормональный фон изменился там я за месяц помню похудела на 10 килограмм и все и тут же онкология а вот первый раз она у меня почему была я как раз тогда поправилась сильно до 95 килограмм наверное с этого все и началось я уж честно говоря не помню но я помню что я нет я поправилась на на первый раз после онкологии это когда у меня наверное было 95 килограмм я помню я на паспорт фотографировал 45 я была значит это было 10 лет назад я поправилась до 95 где-то в 2004 году потом где-то к 2010 у меня эти килограммы слетели но на 10 похудела было 85 я как раз 2010 а нет ну как то я похудела к 14 году я похудела на 10 килограмм а нет я похудела в 14 году я как раз перевелась другую поликлинику у меня был там сильный стресс я хотела увольняться и вот из-за сильного стресса я похудела на 10 килограмм сначала на 7 это уже в новой поликлинике потому что там было больше работы там надо было бегать по этажам карты разносить вот я там похудела быстренько на 10 килограмм через четыре года еще через три года еще на 10 ну то есть там 20 килограмм с меня сошло там стрессы были постоянно это тоже очень вредно в результате онкологии все обернулось так что нельзя никаких резких движений делать нужно просто правильно жить правильно питаться это делать регулярно вот ребят все понимаю делать только ничего не могу наверно у меня слабый характер я мобилизуюсь только самых критических случаях когда уже на больничной койке оказываются такой человек тут фу твой а больница попадать честно говоря не хочется ни на какие операции ничего я вот так всегда доведусь а до крайности до ручки потом начинаю выбираться что не есть хорошо ладно ребят всем пока пошла я монтировать видео с утра вам наснимала не пойми чего ну наверное сегодня больше ничего не буду снимать буду просто отдыхать посмотрю какой-нибудь любимый фильм я поняла что я не еще не умею отдыхать я постоянно себя накручиваю постоянно на каком-то взводе я вот такой человек я не умею не отдыхать не умею расслабляться вот ну я постоянно напряг какой-то в жизни вот как это как в анекдоте вы умеете расслабляться а я и не напрягаюсь то есть вот напрягаться не надо чтобы надо просто жить не надо напрягаться надо просто жить свое удовольствие и делать то что нравится вот многие вот это вот по моему беда очень у многих людей люди не умеют отдыхать это у меня муж трудоголик он тоже как вот уткнется компьютер на полдня пока ему не скажу пошли в лес погуляем там сходим куда-нибудь парку он не оторвется от компьютера это вот люди разучились отдыхать а потом обертывается все это поворачивается кучами проблем со здоровьем так что ребята учитесь отдыхать работать хорошо в меру в меру от работы кони дух так что надо уметь отдыхать чего вам всем и желаю вот я сегодня хотела поехать парк погулять а так как вот у меня тут чуть-чуть давление повышенное то есть я выпила таблеточку теперь буду вот следить за своим здоровьем и как полегчает поет пойду в парк прогуляюсь мне ходить надо не работа сидячие мне надо двигаться я вот такой степени вот привыкла вот хотя бы по квартире ходить из угла в угол тут 60 метров тут езди разбегаться разбежаться если по диагонали вон до балкона тут не знаю сколько метров не измеряла метров 30 не 30 не знаю сколько тут квадратов 60 62 60 метров в общем ладно всем пока я думаю что на сегодня видео достаточно если будет все хорошо у меня будет хорошее настроение постараюсь часов 7 вечера выйти в трансляцию я вспомнила я же обещала выходной выйти если все будет хорошо то в часов 7 выйду